Сегодня у нас в студии Янис Домбурс, журналист, телеведущий и автор фильма «Республика 4 мая». Доброе утро еще раз. Что за фильм такой, может быть, не все знают? Ну да, я хотела еще напомнить телефоны прямого эфира, сразу слушателям. 672-12-939 и 672-13-939. То есть мы знаем об этом фильме, ну кроме того, что мы его сейчас посмотрели с Мишей, конечно, я бы лучше, может, и не смотрела. Значит, я посмотрел с большим удовольствием. Настроение испортилось или на все оставшиеся ночью? Какие разные дети. Я не знаю, но лично моему поколению, людям, которые жили, которые все это видели своими глазами, очень интересно узнать какие-то еще дополнительные подробности. Я же не говорю, что неинтересно, я говорю, что мерзко было смотреть-то. Ощущения такие вот возникли. У меня лично, сейчас поделимся. Фильм не показали по латвийскому телевидению 4 мая. Или 5-го, или 6-го. Мы предлагали разные варианты под на касту. Неужели вы думали, что его покажут? На каком уровне было согласовано все? Нет, ну, как бы продюсер студии Юрия Сипотова, я, кстати, режиссер, продюсер Антра Целинска. И они вели переговоры с ЛТВ. Я просто знал, она мне рассказывала, там какие-то мейлы я там был, ну, ко-адресатом. Ну, они там переписывались несколько месяцев или перезванивались. Так что думал, не думал, но это был процесс. Сейчас, в принципе, но процесс дошел до того, что, может быть, ну, в конце лета, когда никто не смотрит телевидение, или там 21-го, 23-го августа, ну, про каких-то числах был разговор, может быть, тогда покажут. Ну, я не знаю, у Антра я не спрашивал в последнее время, что там закончилось. То есть, уверенности у вас пока еще нет? Ну, одно дело, уверенность, другая, конечно, ну, с очень большой иронией я отношусь к тому, что вот несколько месяцев действительно переписывались и как-то нашли какие-то, я не знаю, вдруг решили, что в эфире нет времени, да, а потом вот в конце лета, когда все в отпусках, тогда найдется время. Ну, это смешно. То есть, официальная причина, нет времени, все занят, занят эфир, да? Ну, как-то так, да. А настоящая причина в чем, как вы считаете? Ну, не знаю, спрашиваете ЛТВ. Ну, может быть, понимаете, я годами говорю о слове самоцензуры, да, я думаю, что нельзя исключать. А самоцензура? А вас лучше не показывать. Ну, самоцензура со стороны кого? Со стороны телевидения, государства? Какого-то какого-то человека, ну, знаете, ну, другая вещь, идиотизм или глупость, с одной стороны, и какие-то очень злые намерения, обоснованные, ну, сознательные злые намерения, они выглядят очень-очень-очень похожими. И ты никогда не можешь сказать поводу, какой повод или какая причина. Ну, у меня важно, чтобы показали на государственном телеканале. Ну, вопрос не в том, важно-неважно, ну, как-то делается фильм, он показывается несколько месяцев в кинотеатрах. Там тоже интересная вещь, я, последний раз я был, встречался с людьми после сеанса в Алмире, и тогда был представитель, во многих городах и маленьких даже, ну, поселках показан этот фильм, и был представитель киноцентра, который говорил, что есть пара городов, которые отказались, тоже не нашли время. Ну, вот, вот как вы думаете, какие города? Ну, один, может быть, вы можете придумать. Да, могу. Вен Спилс, правильно. Второй был, по-моему, Ялков. Но в Алмире не отказались? Там про Алмиру тоже фильмов у вас много. Я же ждал, что люди будут больше обсуждать именно в Алмирский аспект, но... Но все-таки в Алмире ситуация изменилась сейчас уже. В Алмире это не территория Шкела, там, скажем, территория единства в последнем выборах. Да нет, конечно, изменилась. Но я и закончу эту мысль. Несколько месяцев это по кинотеатрам или, ну, какой-то полгода, да, премьера была в ноябре. Ну, просто это был логический план, что тогда это проходит по телевидению, когда заканчивается, ну... Прокат. Нет, прокат Вимео начался ранней весной. И он продолжается, Вимео, любой человек... Это было в интернете, да? В этой интернете это за какие-то пару евро, ну, не ходишь в кинотеатр, можешь в любое время скачать в хорошем качестве. Это будет продолжаться. Ну, в принципе, идеи. Ну, а Антру нужно спрашивать. Ну, есть кинотеатры, прокат продолжается, есть телевидение, потом издаются диски. Ну, нормальная раскрутка. То есть телевидение, и телевидение было партнёром, потому что у них там договор по использованию архивов. И студия не спрашивает никакие деньги от латвийского телевидения, потому что фильм использованный в виде архивы. Так что это просто было, ну, по плану, хотели, не хотели, надеялись, не надеялись даже, ну, этих слов там нет. Важно что, это сама всё-таки цензура, то есть проявление определённой осторожности или трусости там со стороны какого-то там теледеятеля, или это всё-таки цензура со стороны государства? Было указание дано там сверху вот всё-таки не показывать рекомендации какие-то, допустим? Ну, это я могу только спекулировать. Я думаю, в целом, и не хочу спекулировать, но я думаю, что в целом, в принципе, ну, как, ну, для тех, которые слушают и не понимают, да, фильм про 25 лет, как создавались политические, экономические, правовые и какие-то ещё нравы, как создавались или не создавались элиты или политические, экономические группировки, и, ну, мои версии, ну, какие, может быть, самые главные ниточки, которые проходят, могут или не могут, или смогут или не смогут, ну, продолжаться в одной или в другой, ну, как бы, ну, в каких-то других формах. Я думаю, что мы в Латвии и политическая элита, и правящие многие, и СМИ, очень мало говорят из-за объективных и необъективных причин, очень мало говорят про это, в принципе. И они остаются в какой-то уже комфортной зоне, что если ты, ну, меньше будешь про это говорить, ну, меньше самому нужно двигаться и, ну, как бы, чувствовать себя. Ну, это, в принципе, с одной стороны журналистической стороны и с политической. Это работа, потому что ты должен анализировать вещи, которые не проанализированы, а с другой стороны ты должен, ну, переоценивать, может быть, это было неправильно, а может быть, причина там. Так что я думаю, что, ну, такие подсознательные причины я выдел бы в этом, ну, процессы, которые, по-моему, не до конца не пройдён и не происходит. Не такую простую цензуру. Я думаю, что, может быть, ну, я надеюсь, что там простой цензуры не было. А сколько лет вообще вы этот фильм готовили? Мы, ну, не в отношении конкретной редакции фильма, а идеи про фильм с другой установкой, начало было в конце 90-х. Но установка была сделать фильм про самый большой скандал даже у европейского уровня, где, ну, тоже связывались политические, экономические и общественные вещи. Это про Банк Балтии. И, в принципе, первые годы там снимали интервью, делали несколько фрагментов, которые в фильме и с Марисом Гайлосом, и с Эйнаром Рэпши, и Янусом Скрастничем. Это интервью для фильма про Лавент и про Банк Балтии, про всю эту эпопею. И мы, в принципе, начали эту работу, думая, что, ну, 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 это самый большой скандал, от которого нужно будет учиться, и больше же не будет. То есть все сделают выводы, да, после этого? Да, да, и шли годы, и шли годы, и там пароходство, и шли годы и там, и жирные годы и так далее. И, в принципе, мы, ну, где-то седьмой год мы уже понимали, что вот, ну, нужно расширяться, да. А потом, когда кризис уже подошел, ну, там уже было ясно. Парексбанк, в принципе, там очень много сразу появилось уже, параллели. И как-то в восьмом году мы, ну, начали, ну, расширять это все видение. И тогда вот последние, ну, ну, пять-четыре, ну, четыре, там, монтировка и так, ну, в принципе, четыре-пять лет делали, да. Вы прям как Герман. У вас вот такая претензия вот сразу возникает, как у меня, как у советской критики, к произведению, нет положительного героя. В вашем фильме нет положительного героя? Я думаю, что нет ни отрицательного, ни положительного. Положительного героя в документальном фильме придумать положительного и отрицательного, это было бы, я думаю, что очень неправильно. А с другой стороны, ищите, может быть, и он есть. А почему вы говорите, что нет отрицательного? По-моему, это как посмотреть на вещи, как мы знаем. Я так не делю героев. То есть они действовали что, во благо государства, что ли? Нет, я думаю, что очень многие хотели, они там в интервью и говорят, как вы смотрели, и они считали, что вот, мол, так будет лучше. Ну, то есть как бы вот изначально, вот вы покушаетесь на святое буквально, у вас может возникнуть, что изначально их причиной для того, чтобы вот для республики 4 мая, для восстановления независимости, было их желание хапнуть, обогатиться и прочее? Во-первых, я не покушаюсь на святое, я сторонник принципа, что патриотизм может проявиться и в критике. И должен даже. И в критике, и я это делал 25 лет, и фильм какая-то квинтэссенция этой работы. И другой, 4 мая, я думаю, совершенно нет, совершенно нет. Я думаю, что просто люди, многие были не готовы к этому масштабу, который предстоит, а дальше, когда есть масштаб, и ты не готов, 5-го, 6-го, 7-го, и там появляются какие-то другие там мотивы, интересы, что-то личное, что-то. И тогда ты начинаешь, ну, как-то, ну, вот. То есть они не прошли испытания властью, получается? Да, я думаю, что так можно назвать многие. Многие, не все, многие ушли. Даже они не дошли до испытания, они просто ушли. Другие сделали нормальные законы, это тоже важно. Один юрист это в свое время сказал. Законы делают для честных людей. И, в принципе, законы-то были сделаны многие, более-менее, но, в принципе, нормальные, может быть, хорошие даже. Вопрос, как реализовали и как надзирали над тем исполнением или теми дырками, которые появляются тогда, когда законы начинают обходить. Мы сейчас на пару минут прервемся. Новости и реклама у нас в студии Янис Домбурс. Не переключайтесь. В студии Янис Домбурс, автор фильма «Республика 4 мая». Мы говорим сегодня о его фильме, который не показали пока, надеемся, по общественному телевидению. Да, все-таки надеемся, что покажут. Но, тем не менее, этот фильм уже можно посмотреть в интернете. Давайте прорекламируем. Где? В Вимео. Ну, можно на Фейсбуке найти страницу, официальную страницу фильма «Центральная република». Можно в моем интернет-сайте Домбурс.лв найти этот линк на Вимео. Так что или через Фейсбук, или через Домбурс.лв можете идти и смотреть. Может, зайти в Фейсбук Натальи Михайловой, там есть ссылка. Да. Ну, вот все-таки я думаю, что, наверное, многим этот фильм показался шокирующим. Наверняка людям, которые, может быть, настроены более, так, ну, скажем, идеалистически, что ли, или романтично, или патриотично, не знаю как. А чем? А вот как вы считаете, чем? Ну, все-таки вот вся вот эта вот, понимаете, вот все кадры, с которых начинается фильм, вот этот ликование, Бриви, Балатвия, да, и потом вот все вот эти делишки, вот эти вот все распилы, да, вот растаскивание, постепенное вот это разворовывание страны по большому счету. Эти вешавыми людьми, которые голосовали. То ли это, ради чего, собственно, все это было. Ну, вот такой вопрос возникает, самый такой простой, наверное, в конце. Вам, вас не упрекали, вот, зрители, в том, что... Нет, мне самые, самые, ну, упрекали, конечно, но самый аргумент, который все, все, ну, чаще всего звучит, это, ну, везде ведь было так. Ну, во-первых, с одной стороны, согласен, везде, ну, в любой, даже с Греции, начиная, да, или с Рима, везде есть, конечно, аферы, интриги, разворования и так далее. Согласен, но это, это, ну, и что? Нет, ну, то, что это может произвести плохое впечатление на подрастающее поколение и так далее, и так далее. То есть, вот такие вот вещи. А, такие вещи? Нет, ну, и вообще способствовать эмиграции и так далее. Ну, это я уже слышал, 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 и тогда мы должны говорить, что такое демократия. Нет, я думаю, что молодое поколение именно должны знать и понимать, откуда ноги растут, потому что те же ноги, которые топтали по разным аферам в 90-х годах и 2000-х, продолжают топтать или хотят возвращаться и продолжать топтать. А молодые должны знать, какие ноги где шли и какие ноги, может быть, против кого боролись или дружили против кого, да, кто против кого. Или как показывали свои нравы, до того года дружили, потом воевали, потом опять дружили, что тоже, ну, немало что показывает. Так что я думаю, что для молодежи, ну, я был бы счастлив, что они бы смогли где-то как-то смотреть. Артус Камень мне очень помог весной своим интервью и промоушеном, потому что его аудитория молодежная. Я был в позитиве в субботу, как вы знаете, прошлое, и это тоже раскрутка для молодежи. Так что пусть им упрекают. Я знаю, ну, понимаете, я несколько лет это делал. Я знаю, что я для чего, с какой целью, не просто, чтобы больше скандал сделать, а с какой целью я понял, что, ну, вот, брут и паплайс, ну, как на русском можно сказать. Ну, рано разбившись. Да, но что просто, если бы это было просто историей, я был бы согласен, что не надо это делать. Но это не история. Это, ну, с одной стороны, история самых последних 20-ти плюс лет, но она продолжается. Но мы в ней. Это незаконченная история. У нас есть звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо «Радиоболтком» за то, что в очередной раз проделали прекрасную работу, пригласили прекрасного профессионала. Янец, я вам искренне желаю долгой и прекрасной карьеры. Очень сильно, я хоть и молод, но мне очень сильно не хватает ваших регулярных проектов, ваших передач на телевидении. Надеюсь, вы все-таки вскоре вернетесь. И поймите меня правильно, надеюсь, у нас в Латвии будет свой Алексей Пиманов или свой Владимир Познер. А мой вопрос, он немножко такой голосовско-риторический. Вот вы, проделав такой большой объем работы, наверняка у вас есть за спиной опыт общения со многими людьми, которые мелькали в кадрах в этом фильме в большей и меньшей степени. Вот скажите, среди тех, кто в этом фильме промелькнул, без фамилий, есть ли люди, которых вы бы могли конкретно назвать патриотами Латвийской, вот этой новой республики, в которой мы сейчас с вами живем? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо за хорошие слова. Должен сказать, что надеюсь, не надеюсь, в отношении телевидения и возвращения мне некуда вернуться, и никто не интересуется, если люди хотят знать. И так что в отношении карьеры у меня очень большой вопрос, что дальше будет или не будет. В отношении людей-патриотов, я не настолько осуждаю, или я не настолько категоричен в отношении патриотизма в принципе, как такового. Я не думаю, что Андрис Берзинч, президент, да, ну, экс-президент сейчас, что он не был и не патриот. Совершенно нет. Нет, я не думаю, что, в принципе, все эти депутаты, с которыми, я не думаю, что Гордон, с ним патриот. Я не думаю, что, ну, все, которые интервировали, Энзин, Шдруйск, Алексей Григорьев, все патриоты, безусловно. Вопрос, что, ну, как бы мы, как любой человек, ну, в принципе, они грешны в своей сущности, и у нас есть момент, когда мы, ну, как бы, питаемся, и у нас получается бить, ну, получше. И есть срывы, когда есть срывы. Я думаю, что они просто, ну, как бы, ну, этот патриотизм, как бы, ну, поставили, ну, на одной фасаде, ну, если по архитектуре говорить, да. А с другой стороны, они, ну, как бы, если идея, да, ну, скользнули в такой процесс, где они, я думаю, что большая часть начала обманывать, что лучше мне в этом участвовать. Если я стану, ну, или выйду, то вообще ничего не буду там, ну, как бы, влиять ни на чего, и так далее. Ну, а может быть, не так плохо будет, да. А как по-другому? По-другому нельзя. Ну, как бы, вошли в какой-то или конформизм, или, или, или непониманием, что, непонимание, что это, ну, как бы, ну, тот же самый Георгий Андреев очень хорошо показывает это. Я был послом где-то, я ведь надеялся, что мы работали для Латвии, мы надеялись, что там тоже все сделают. Не сделали. Ну, блин, ну, человек, ну, все, все, ну, все хорошие слова в отношении Андреева, ну, все-таки, ну, человек, милый, ну, ты был в 10 лет на то время в Латвии с Цельщи. Ну, что значит надеялся? Ну, ну, ты уже в то время очень, очень и очень взрослый и умный мужчина. Так что, я думаю, что патриотизм как таковой, ну, там, я с другой стороны бы посмотрел, там несколько людей, которые, наверное, все понимают, в отношении которых я это говорю, может быть, может быть, ну, в душе глубоко не патриоты. Я предполагаю. Но, конечно, это настолько этическая категория, что мне рассуждать, кто в глубине души патриот больше или не меньше, ну, да, это все-таки... А почему вы не трогали оппозицию? Я трогал Сасканисцентрс, но трогал, трогал в отношении того, что Сасканисцентрс в то время пришла у власти в 2009 году. Трогал, трогал, ну, просто этот промежуток очень маленький. И пошла по той же тропинке, создавая коалиции со Сасканисцентрсом, по той же тропинке, моральной тропинке в первую очередь, что они никак, ну, не ставили какие-то принципы или критерии, ну, как управлять государством или в этом случае городом, ну, выше. Не ставили оппозицию, как таковую оппозицию, ну, я не видел смысла... Но там еще запчел уже раньше был до... Да, но я не видел смысла упомянуть запчел, скажем, в 90-е годы, когда был этот раздел власти и передел, и войны олигархов, потому что, действительно, в этом переделе они никак не участвовали, не могли участвовать, и их не участвовали. Так что я просто, ну, не видел, я видел смысл. И они тоже, это, конечно, это, может быть, это можно было бы, ну, сильнее сказать, что даже эта глухая оппозиция, нельзя сказать, что она очень-очень боролась за какие-то вот, ну, нравственные аспекты. Они больше боролись, что тоже нужно за вопрос граждан-неграждан, за вопрос языковый и так далее. Да, может быть, можно было так... Ну, кстати, вот этот вопрос граждан-неграждан языковый вы не стали трогать, этнополитический такой момент. Да. Почему? Или вот целью было вот именно такой все-таки приходизация? Тот объем, который уже и так не поставлен в этом фильме. Ну, там еще пять фильмов. Так что там, я не видел, ну, в этом контексте, ну, про элиты, конечно, там можно развивать и по национальному принципу. Конечно, там можно. Про ориентацию западную или восточную какую-то тоже можно. Но это фильм про что-то другое. Ну, как-то вы противопоставляете внутренние процессы и внешние. Вы говорите, что в то время они там увлекались вступлением в НАТО, там Евросоюз, победы на Евровидении, ликовали там на международное признание, а народ там нищал, преступные схемы туда-сюда. Ну, можно разве так разделять, вот, из внешнеполитического и внутреннего? Это не все-таки связано и как бы... Нет, я не то, что разделяю. Я говорю, что они поставили на очень, ну, и потом ставили медиа на первой полосе, но они в ДМС-карте, да, в повестке дня, они ставили эти вопросы очень высоко и не ставили вопросы, которые должны были ставиться просто, ну, параллельно и те, и те, и те. Это то, что я смотрю каждый день сейчас в наших СМИ. Я не говорю, что не надо говорить про педофилов и про суд в ЛЭПае. Я не говорю, что не надо говорить про беженцев. Но если, ну, пропорция, ну, в этой неделе, скажем, в последних неделях пропорции про эти две тематики, ну, такая, что, ну, и дальше немножко погреться, и все, и спорт, и прогноз погоды, да. Ну, это ненормально, ну, ты должен ставить, ну, политика там, экономика там, общество там, там, ну, тоже, ну, суды не только одним педофилом занимаются. Это там, это там, это там. Там, там, там было то же самое. Просто если эти пропорции были бы нормальными, то это была бы нормальная повестка дня, но тогда они бы проявили то, что они понимают, что мы этот фасадка, с которой мы вступаем в Евросоюз и НАТО, мы немножко показываем лучше для того, чтобы вступить, но, ребята, ну, не будем показывать тот же фасад внутри, а внутри будем эти вещи ставить на тот же уровень и решать. Я думаю, что не ставили. Ну, вот я хочу чуть-чуть вернуться все-таки к реакции молодежи. Вот не воспримут они это как учебное пособие, допустим? Не могут вас... Я был бы рад. То есть как учебное пособие, я имею в виду, по прихватизации Латвии. Или уже нечего, допустим, во-первых? И не возникнет ли у них из-за этого такая горечь обиды, что вот все попилили, нам ничего не осталось? Как реакция? Нет, ну, во-первых, я в конце фильма, в этом тексте конца фильма я именно хотел и сказал это, да? У нас очень много осталось. У нас леса, у нас порты, у нас Латвенерго, у нас Аерболтик, у нас Латылакомы. Боже мой, как много у нас осталось. То есть вы прямо указали на... Нет, просто посмотрите список больших предприятий. И я знаю, просто я очень хорошо знаю, и вы знаете, и многие знают, что эти предприятия в разные года, при разных правителях, все время были в списках, да? Так что много осталось, и у нас очень большой вопрос, как управлять государственными, то есть нашими активами. Как пособие, ну, такое, ну, один к одному пособие, конечно, нет, потому что система другая, сертификатов нету, ну, нет. Нет, но, конечно, в принципе, как, ну, делать маленький, там... Кешефт. Нет, претендент локс, ну, группы претендентов каких-то. Это не только приватизация, это ведь конкурсы, это ведь европейские деньги. Ну, конечно, нужно смотреть, там очень многие параллели проявляются. Я имею в виду такое, ну, руководство к действию, то есть вот ты должен прийти в политику для того, чтобы у тебя было вот то и то. Нет, ну, если люди хотят идти в политику, чтобы воровать, ну, что я могу сказать? А не будет это сейчас сложнее из-за вот Европы, из-за Евросоюза, из-за каких-то европейских инстанций, которые... А мы уже там 10 лет, и что? И все равно, да? То есть не повлияло никак вот это европейское пространство? Нет, наверное, повлияло, но, наверное, нет, ну, конечно, нет, Ну, труднее и стало, труднее и стало, безусловно. Ну, а часть людей разве не идет в политику именно для того, чтобы быть поближе к тому, к тем возможностям, которые открывает политика? Ну, наверное, идут, да, наверное, идут, наверное, идут. Но вопрос не в тех, которые идут, вопрос... Я все равно, я не пессимист. Я действительно верю, что в Латвии хороших людей намного больше, чем плохих. Вопрос, что не делают хорошие люди. Потому что это очень старое высказывание одного, по-моему, ирландского, но я могу ошибиться, философа политического, такого умника, который сказал, что все, что нужно для победы зла, это хорошие люди, которые ничего не делают. Это реальность, мы должны этим жить. Вот люди голосуют, а вы вот их как бы обижаете. Получается, что они голосовали не за тех, что их не обманывали. Понимаете, помните старые сравнения государства с предприятием? И там все ругали или не ругали. Но у меня, как закон о Мерфи, есть дополнение. У меня дополнение к этому сравнению. Или есть сравнение... Предприятия тоже разные. И есть предприятия с ограниченной ответственностью, или одного владельца. И есть публичные акционерные общества. Так вот, у нас, ну если сравниваем, у нас публичные акционерные общества. Мы каждый акционер. Ну как, вы контролируете свой менеджмент только раз в 4 года? Конечно нет. Вы, 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 ну... Или, что очень хороший пример, по-моему, футбольные клубы, очень многих европейских, большие, да, которые публичные акционерные общества. Там у них группы акционеров, представители, собрания, и там все время этот процесс идет. Почему такой договор? Почему в этом месяце так много проиграли и так далее? Это процесс, не раз в 4 года. Угу. У нас звонок еще, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, если обобщить, то, о чем идет разговор сегодня, и то, о чем вы говорили раньше, ну как бы у нас в Латвии много нехорошего. Если присмотреться, значит у нас в Латвии очень много, очень нехорошего. Я когда-то давно задал вам вопрос. Мы говорим об этом, чтобы просто поговорить и обозначить себя, как вот мы, значит, люди, имеющие намерение, желание это изменить, или в самом деле мы что-то можем изменить? Вы ответили, что я об этом думаю, каждый раз приходя в студию. Ну как бы вот очень такой ответ, который мне был ближе всего к моему пониманию. Но вот все-таки, если допустить, что вот у вас были бы неограниченные возможности изменить что-то, то есть, ну немножко еще пару фраз. Вот я понимаю, что Сейм и производная Кабинет Министров, они заинтересованы в том, чтобы ничего не менять. То есть, бездействие пошряется. Это блестящие карьеры Домбровскиса, там Каунет, Вайдера и так далее. Но вот допустить, что вы могли бы что-то изменить. Откуда вообще могло бы пойти начало этих изменений? Ведь в принципе, вот вы сказали, вы не пессимист, ну скажем так, вот я пессимист, я считаю, что ничего у нас не изменится на десятилетие. Но вот если гипотетически, теоретически, вот что-то вдруг зависело бы от того, что мы бы захотели изменить, и сказали бы, вот начнем отсюда. То есть, общительной организации никакие, профсоюзов нет. Реально, откуда могут начаться какие-то изменения? Или все-таки оправ, ну, будучи пессимистом? Спасибо. Спасибо. Вопрос трудный, можно часами говорить. Я думаю, что нет такого... Нет, во-первых, меняется все каждый день. Ну, нельзя так сказать, что не меняется ничего. Меняется каждый день. Меняется и в лучшие, и в худшие стороны. Вопрос, насколько быстро или какая пропорция, и как мы в этой пропорции выглядим в конкуренции, не только экономической, но и правовой... Ну, как в качестве жизни людей, которые очень такой большой спектр вещей, как мы по сравнению с другими государствами. Я думаю, что это, ну, как бы пункт отчета. От чего начинать? Я думаю, что можно сказать и сверху, и снизу. Ну, то есть, я думаю, что если общество не станет умнее и активнее во многих, начиная с маленьких вещей, там, я не знаю, вот ты знаешь какую-то, ну, неплохую вещь, и не сказал, не дал стук в органы, если это в отношении органов, или не написал про это, чтобы другие, ну, не попались на что-то. Вот, ну, маленькие вещи, с этого начинаются большие проблемы. И думаю, что это просто, ну, какая-то общественная, гражданская вещь, которая и в отношении отдельного индивидуума, и в отношении групп и организаций. В том числе, ну, если ты действительно считаешь, что отчасти, вот, я согласен с какой-то политикой какой-то партии, отчасти согласен, отчасти нет, ступай в эту партию. Ну, давай изнутри до конца проверяй. Или ты можешь, ну, эту часть, которой ты, ну, недоволен, изменить, или тогда собирай единомышленников, выходи из этой партии, скажи народу, что, как ты проверял эту партию. Потому что тот процент людей, самый низкий, который участвует в партиях, до сих пор сохранился. Ну, это нельзя, на это, это просто не обращать внимания. Сверху, я думаю, что самое главное, это, это проблема, ну, окей, две проблемы. Проблема воли, которая изменить, ну, так технически, я не могу сказать, как, но это проблема воли, что-то делать или не делать, но комбинации с мозгами. То есть, нет, ну, таких аналитических, ну, не знаю, групп и в системе самих политиков и около них. То есть, ну, у меня самый, самый, самый пример, который я все время повторяю. Ну, вы можете вот так вот на пальцах назвать пять советников Страуэма? Ни одного. В принципе, никто может ни одного. Ну, ребята, ну, как это может быть, что, что бюро премьер-министра вообще без лиц? Ну, они должны были бы, ну, даже, ну, хоть несколько людей, не считая пресс-секретаря, они, ну, должны были бы, ну, не то чтобы opinion-мейкерами, но они должны были бы быть людьми, которые разъясняют, рассказывают, вот мы идем туда, если идем, да. То есть, я думаю, что проблема, что нет, нет сильных мозгов около или внутри партии, внутри больших рессоров, где, где могут хорошие или плохие идеи политические, они могут, и все ими нет никакого аналитического центра такого, да, только есть юридическое бюро. Они могли бы, ну, какой-то скрининг через них идти, а если нет идей, они могли бы бы давать идеи. Ну, это один из очень многих ответов, с чего бы я видел, с чего бы начать. У нас звонки по двум линиям, но мы не успеем все принять. Поздно вы начали звонить, уважаемые радиослушатели, но один напоследок, пожалуйста. Слушай, добрый вечер. Коротко. У каждой ошибки есть символ сомелья. Раз. В стране не работает принцип. Палка пряник. И пока не будет личной ответственности политиков, не политической, а личной, личной, чиновников и политиков, ничего в этой стране не будет. Спасибо. Про палку пряник согласен. В отношении личной ответственности, ну, до абсурда это нигде в мире, ну, нельзя довести, но, ну, так, по понятиям согласен, конечно, про личные. Напоследок уже, почему Домбура студии больше нет? Ну, ЛНТ, расторг и договор. Это понятно. А почему? Да, до какого слова нет? Но, увы, те поводы, не причины, которые они говорили, те поводы, как уже публично я говорил, я был не согласен, ну, и все закончилось тем, что я не пошел в суд только по одной причине, что мы подписали, я публично это еще не сказал, очень недавно подписали мировое соглашение с компенсацией. Вот и все, так что судите сами, кто был прав. А почему? Это, конечно, вопрос не ко мне. А размер компенсации какой? Увы, я подписал, что это конфиденциально. Конфиденциально. Янис Домбурс был у нас сегодня на Болткоме. Спасибо вам. Хорошего дня. До свидания. Спасибо вам, что пригласили.